Здравствуйте, мои дорогие! Всех приветствую на своих каналах! Продолжаем работать с текстами про рост. Тема нашего сегодняшнего видеоматериала является продолжением предыдущего ролика. Однозначно она связана у нас с учением Иисуса. В предыдущем видеоматериале мы с вами говорили о третьей ипостаси Святой Троицы. И сегодня я хочу расширить это понятие в нашем сознании и поговорить о каждой ипостаси Святой Троицы. Выяснить мы должны, является ли личностью каждая ипостась. Если мы будем опираться на каноны православия, то мы придем к пониманию того, что православие считается, каждая ипостась, отдельной личностью. Три единого Бога. Это у нас личность Бога Отца, личность Бога Сына и личность Бога Духа Святого. Я в предыдущем видеоматериале, опираясь на тексты Соломона, попыталась вам доказать, что третья ипостась является неотделимой частью первой ипостаси, поскольку Дух Святой есть премудрость Божия. Об этом нам говорит царь Соломон. А премудрость Божия, как вы понимаете, это продукт мыслительной деятельности нашего Создателя. И эта премудрость существовала в момент, когда был сотворен в еще не существующем мире наш Творец. Она была его помощницей. Она была участницей сотворения этого мира. Участницей сотворения Вселенной. И мы выяснили, что она сожительствует с нашим Творцом. Помимо этого, Соломон говорит о масштабности. Говорит о том, что Дух Святой наполняет Вселенную. Это уже доказывает, что Дух Святой не может являться Личностью. Кроме этого, Соломон указывает на природу Духа Святого, говоря о том, что это совокупность тонких духов, которые обладают различной функциональностью. Я вам говорила, что одна из функций Духа Святого – это функция давать жизнь. И вот когда Дух Святой, Дух Жизни, входит в нашу плоть, то мы становимся душой живой. Но у Духа Святого много функций. И он является Духом разумным. И наш разум также связан с Духом Святым. Давайте начнем с того, откуда вообще появилось понятие Троицы. На что опираются наши батюшки? Первая цитата присутствует у нас в текстах Нового Завета. Иисус говорит «Идите и креститесь во имя Отца и Сына и Святого Духа». Вторая цитата связана у нас с Авраамом. С той информацией, где рассказывается о том, как к нему приходили три путника. Или три посланника. Наши батюшки считают это доказательством как раз Святой Троицы и того, что каждая из ипостасей Святой Троицы является личностью. Если мы обратимся к текстам Корана, то там информация противоположного характера. Есть аяты, которые доказывают, что Святая Троица была придумана. Давайте порассуждаем. Являются ли личностями ипостаси Святой Троицы. Судя по масштабности, третья ипостась не может быть личностью. Я в качестве доказательства хочу вам включить материал Олег Астиняева. Это известный проповедник, миссионер, который как раз доносит до нас ту информацию, о которой я сейчас говорю. Я не знаю, будет ли слышно. У меня плохо стали работать динамики. Ну, я попробую включить. Ссылочку на этот ролик я оставлю под видеоматериалом. Слушаем. Дух Святой наш Учитель. Кроме этого, Он Божественная Личность. Это надо понять. Как Бог Святой Личность, как Сын является Личностью, так и Дух Святой является Личностью. И дальше Он доказывает при помощи тех вот цитат, которые я вам уже озвучила, то, что Дух Святой все-таки, так как Он является Учителем, является Личностью. Конечно. Если Дух Святой находится в человеке, то Он становится Личностью. Дело в том, что вот эта информация об Утешителе, который является Духом Святым, преподнесена в текстах двояко. С одной стороны, речь идет о человеке, о посланнике, в котором будет пребывать Дух Святой в полноте силы. Может быть, не до такой степени, как у Иисуса Христа, но тем не менее. И о Духе Святом, который пребывает в нас. В текстах Нового Завета у нас есть информация о том, что мы являемся храмом Духа Святого, и Дух Божий живет в нас. Вот уже на основании этой цитаты мы можем говорить о том, что в нас пребывает Божественная сущность, но никак не Личность. Поэтому нужно распознавать те цитаты, которые есть в наличии, которые связаны с Утешителем. И сейчас я хочу начать с формулировки понятия Личность. Мы, конечно, оперируем этим понятием и пользуемся, говоря о Боге вот этим термином. Я вам хочу сказать, что в принципе термин не совсем подходит к нашему Богу, потому что все-таки понятие Личность, оно очеловеченное. Давайте начнем с Ожегова. Человек как носитель каких-нибудь свойств или лицо. Итак, Личность это человек как носитель каких-либо свойств либо лицо. Еще формулировка. Это отдельное человеческое Я или человеческая индивидуальность. Смотрим следующую формулировку. Личность это сформировавшийся человек, у которого свои индивидуальные особенности, свои жизненные ценности, приоритеты и качества. Википедия. Личность это субъект социально-культурной жизни, раскрывающий свою индивидуальность в контексте социальных отношений, общения, предметной деятельности. Еще одна формулировка. Личность это живой человек из плоти и крови. Итак, Личность это человек. Ко второй ипостаси подходит однозначно. К третьей ипостаси не подходит, потому что Дух Святой не может быть человеком. К первой ипостаси тоже не подходит, потому что Бог это Бог. Это творец всего сущего, а человек это его творение. Поэтому если мы говорим Личность о Боге, то мы должны добавлять сверх-Личность или Божественная Личность. Но вот та формулировка, которая есть у нас в нашем обиходе, она в принципе не подходит к понятию Личность для первой ипостаси. Ну, давайте теперь вернемся к третьей ипостаси. Я все-таки считаю, что третья ипостаси это сущность. Сущность, исходящая от Бога. Вот давайте прочитаем формулировку. Есть два понятия сущности. это внутреннее содержание и свойства чего-либо или кого-либо. Но здесь больше подходит формулировка, когда сущность объясняет как призрачная сверхчеловеческая сила или всемогущая божественная сила. И эта сила пребывает в каждом из нас. Ефесянам 4 глава 6 стих один Бог и отец всех, который над всеми как божественная личность. Через всех он проявляется в каждом творении и во всех нас и присутствует в каждом из нас. Итак, есть еще интересная цитата. Иоанна 4 глава 24 стих. Бог есть дух и поклоняющиеся ему должны поклоняться в духе истине. Вот на основании этой цитаты многие считают, что не существует божественной личности. То есть первая ипостась в принципе не имеет места к существованию, поскольку Бог есть дух. или дух святой как обозначен на третьей ипостась. Но вы не должны забывать, что Бог проявил себя как божественная личность. Люди его видели, слышали. Он 40 лет находился рядом с народом Израиля, когда водил их по пустыне. Он дал им законы, он начертал заповеди на каменных скрижалях. То есть мы должны признать то, что существует божественная сверх личность. Ну давайте теперь вернемся к понятию дух святой. Вот когда говорят, что Бог есть дух и мы являемся храмом духа святого, дух божий живет в нас, то речь идет как раз вот о той третьей ипостаси или о премудрости Божией. То есть Бог как дух проявляет себя в нас, но он существует как божественная сверх личность. первая коринфянам, вторая глава 10 стих. А нам Бог открыл это духом своим, ибо дух все проницает и глубины Божьи. Итак, дух все проницает. Скажите, пожалуйста, может личность все проницать? Нет. Дух наполняет вселенную. Скажите, пожалуйста, может личность наполнять вселенную? Ну, конечно же, личность это такое ограниченное понятие. Давайте теперь еще одну цитату зачитаю вам. Бытие, первая глава, первый, второй стих. Вначале сотворил Бог небо и землю, и дух Божий носился над водой. Скажите, пожалуйста, может личность носиться над водой? Конечно же, нет. Здесь речь идет именно о божественной силе. Я вам сейчас зачитаю цитату из Святого Благовествования от Луки, первая глава, 35 стих. Речь идет о Марии. Ангел сказал ей в ответ, Дух Святой найдет на тебя и сила Всевышнего осенит тебя. Вот эта цитата как раз обозначает Дух Святой как силу Всевышнего. Если лицезрея первую постась Бога люди видели славу Божью, то есть Бога видели в сиянии яркого света, либо в облаке, либо в столпе огненном, то Дух Святой мы видеть не можем. Мы только можем знать о Нем. Это говорит о том, что Он Личностью не может быть. Вспомните, что говорит Иисус о Духе Святом. Я попрошу Отца, и Он даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо Он с вами пребывает и вас будет. Ну, смотрите, как интересно. На сегодняшний момент Дух Святой в первую очередь пребывает в нас как Дух Жизни, как Дух, который поддерживает нашу физиологию, даёт нам способность иметь интеллект, то есть иметь наш собственный разум, нашу луну. Но в своём изобилии Он на нас нисходит. То есть его в нас пребывает не столько много на сегодняшний момент, чтобы мы обладали тем совершенством, которым будет обладать человек из будущего. Потому что в будущем этот Дух вселится в нас. Вселюсь в них и буду пребывать в них и буду их Богом. А пока Дух Святой находится на сегодняшний момент в качестве снисхождения на человека. Это я говорю о той функции, которая даёт нам особое осознание Божественного. Дело в том, что посредством Духа Святого передаётся в первую очередь уникальная информация, о которой знают не все люди. и Дух Святой снисходит на определённых людей, и они передают эту информацию. Эти люди слышат, как правило, голос. И это у нас описывается в текстах. Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Итак, голос его мы слышим, но слышат этот голос не все. Иногда Дух Святой просто снисходит и даёт нам определённые таланты. А ведь сами подумайте, таланты есть у всех. Таланты разные, способности у нас разные, и всё это даёт нам тоже Дух Святой. Первое послание Коринфянам, 12 глава, 11 стих. Всё же сиё производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. То есть Бог решает свыше, какие способности посредством Духа Святого дать человеку. потому что каждый человек выполняет свою определённую миссию. Ещё я хочу засчитать одну цитату. Это у нас послание к Ефесянам, 4 глава, стих 6. Один Бог и Отец всех, Который над всеми и через всех и во всех нас. Итак, Один Бог, Который над всеми, как личность Отца, я вам уже засчитывала цитату, я специально повторяю, как личность Отца, Он над нами всеми, потому что Он всех нас создал и всех нас контролирует. И через всех Он проявляется через каждое творение, в каждом творении, в каждом знамении. Он проявляет себя и Он во всех нас, во всех нас в виде Духа Святого, в виде совокупности духов, которые выполняют различные функции. Так что, мои дорогие, когда мы говорим о Духе Святом, мы не можем говорить о том, что Дух Святой это личность. Нет. Это божественная сила. И мне на тех прислали Отче Наш, который существует в несколько другой интерпретации, то есть существует тот перевод, где имя Отец Мой заменено на понятие всемогущая божественная сила. Вот это понятие как-то многим ложится на душу, потому что людям проще понять, что есть что-то такое сверхъестественное, всемогущее, но при этом если мы заменим слово Отец наш вот этим понятием мы обезличим Божественную Личность нашего Создателя, Потому что есть отдельно понятие Бог как божественная Личность или как сверх разумная Личность и от Него исходит сила Божия или Дух Святой, который является сущностью. Римлянам 8 глава 9 стих Но вы не по плоти живете, а по Духу, если только Дух Божий живет у вас. Итак, если в нашем сознании поселится Дух Божий, а Он присутствует в каждом, просто вытесняется другими Духами бесовскими, и если в Нем мы пребываем и Он пребывает в нас в большем объеме, когда Он живет в нас, то мы уже живем не по плоти, а по Духу. А для того, чтобы стать человеком совершенным, мало родиться от воды, нужно родиться от Духа, в первую очередь нужно осознать все эти понятия, принять то, что Божественная сущность в виде Духа Святого в нас пребывает. И мы являемся храмом вот этой вот третьей ипостаси, которая никак не может быть личностью. Она как раз это третья ипостась, которая является сущностью и делает нас личностью. На этом все. Конечно, сложная тема и сложно это все объяснять. Не хочется вас обманывать, потому что обман это хулана Духа Святого, а это жестко наказывается. Поэтому при помощи текстов я вам попыталась объяснить, что сегодняшние каноны православия все-таки не соответствуют той информации, которая есть в Богодуховенных текстах. Всего вам доброго. До следующей встречи. до следующей встречи.